МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очень интересно, занимательно. Детям тоже очень понравилось. Все были в восторге. Литературный конкурс «Моя Родина» в рамках фестиваля «Лови волну». Общее впечатление о творчестве участников конкурса очень хорошее. Во Дворце культуры «Видное» состоялось торжественное открытие регионального этапа 31-х международных рождественских образовательных чтений. В ходе мероприятия были заслушаны доклады духовенства Подольской епархии и представители педагогического сообщества. Их послушала и наша съемочная группа. Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека. Под таким названием в этом году проходят рождественские образовательные чтения. В Дворце культуры «Видное» собрались представители духовенства, педагоги, общественники. Одного из гостей встретил лично глава Ленинского городского округа Алексей Спаский. Алексей Петрович, да, приветствую вас. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Отнесли нас пока, живая. Перед началом мероприятия для Алексея Спаского и архиепископа Подольского и Люберецкого аксия была устроена небольшая экскурсия. В фойе Дворца культуры организовали выставку работ воспитанников центров детского творчества «Импульс и гармония» большинство из них на библейские сюжеты. Вот у нас интересная работа, это рождественские истории, это спектакль кукольный. Куклы изготовлены детьми, и куклы все играют, все движутся. На рождественских чтениях традиционно рассматриваются вопросы, лежащие на стыке образования, культуры и духовно-нравственного просвещения. Обращаясь к собравшимся, архиепископ Подольский Люберецкий Аксий обозначил общие задачи, которые стоят как перед учителями, так и перед духовенством. Кто, кроме священника и педагога, разъяснит юноше его обязанности как главы семьи и защитника Родины, а в душе девушки укрепит идеалы целомудрия и чатолюбия. В ответном слове Алексей Спасский поблагодарил архиепископа Подольского Люберецкого Аксия за его вклад в развитие духовного просвещения в Ленинском округе и отметил, что одна из главных задач подобных церковно-общественных форумов – расширение сотрудничества церкви и государства в области образования. «Понимаю, что в центре всего, в любом случае, находится человек. Человек с его выбором, с его решением о том, хорошо, плохо. И здесь слова благодарности нашему благочину, который совместно с управлением образования ведет такую, может быть, рутинную, тяжелую, крафотливую работу, но работу благодарную и благодатную во всех форматах, в которых это происходит – это и лекции, и семинары». Рождественские чтения проводятся с 1993 года, но 2004 года не имели названий, которые обозначали главную тему форума. В 2015 году появилось еще одно новшество – выступления спикеров чередуются с творческими номерами, в которых главная мысль также – духовное развитие человеческой личности. В ходе рождественских образовательных чтений были заслушаны доклады духовенства Подольской епархии и представителей педагогического сообщества. Все они с разных сторон освещали тему глобальных вызовов современности и духовного выбора человека. «Необходим системный подход в создании единого образовательно-воспитательного пространства духовно-нравственного воспитания обучающихся, в которое будут вовлечены и взрослые, и обучающиеся». В финале рождественских образовательных чтений архиепископ Подольский Люберецкий Аксий вручил представителям педагогических коллективов, общественных организаций и духовенства архиерейские грамоты. Это награды за плодотворное сотрудничество в деле духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ. Продолжается сбор помощи для участников специальной военной операции местных жителей Луганской и Донецкой народных республик. Очередной груз отправился из офиса территориального отдела Видное, 6-й микрорайон. Здесь все самые необходимые продукты питания, чай, теплые вещи, средства гигиены. В сборе помощи для участников специальной военной операции местных жителей народных республик приняли активное участие предприниматели, муниципальные депутаты и местные жители. У нас есть одна жительница уже такого преклонного возраста, которая вяжет носки. Вот вся коробка, это связанная ей. Есть какие-то такие вот ее носочки, которые она вяжет. Но больше всего нас поразило, когда мы увидели, что в каждую пару носок она вкладывает сгущенное молоко. Есть среди собранной помощи и специальное оборудование, которое может пригодиться в разведке и наблюдении. Это жители из деревни Пуговичино, из поселка Горки-Ленинские. Сотрудники террас дела Горки-Ленинские мы собрали деньги и купили два мини-квадрокоптера. И с горячим приветом, с победой мы отправляем нашим бойцам на спецоперацию. Ленинский городской округ собирает помощь на постоянной основе с марта этого года. Сбор ведется в девяти пунктах, расположенных на базе офисов территориальных отделов униципалитета. Очень многие откликнулись. Это и торгово-промышленная палата, и различные союзы, общественные организации, которые формируют грузы уже адресно. Непосредственно исходя из перечня, которую мы получаем от нашей 42-й дивизии. Дивизия большая, это больше 10 тысяч человек. Вот этот вклад в нашу общую победу, это неоценимый вклад. Это действительно, потому что есть боевой вклад, ребята, которые за ленточкой. А есть вклад тех ребят, которые в тылу помогают нашей общей победе. Это тоже труд, это тоже работа. Третью по счету партию гуманитарного конвоя планируют отправить 2 декабря. Но подобная работа обязательно будет продолжена. Екатерина Борисова, Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видное ТВ. Ежегодно в Видновской школе номер 7 проводятся образовательные семинары, на которые приглашаются педагоги из всех школ округа. Последний под названием «Настоящая подготовка к будущему» состоялся на текущей неделе. Какие вопросы рассматривались на нем в нашем следующем сюжете. За годы обучения в школе мы получаем очень большой объем знаний. Но вот всегда ли можем применить их в жизни? Как помочь детям адаптироваться при переходе из детского сада в начальные классы? Могут ли родители дошколят стать полноправными участниками образовательного процесса? Обо всем этом педагоги нашего муниципалитета говорили на семинаре «Настоящая подготовка к будущему», который прошел в Видновской школе номер 7. В 2022 году по приказу Академии социального управления Московской области МБУ «Видновская СОЖ» номер 7 стал региональной стажировочной площадкой по теме «Функциональная грантность как условия достижения высокого уровня качества образовательных результатов». Функциональная грамотность – это те знания, которые детям смогут использовать в жизни, а потому они особенно важны для ребят. Креативное мышление, глобальные компетенции, математическая грамотность, читательская грамотность, естественно, научная грамотность – вот такие направления есть у нас. Но мы работаем так, чтобы дети могли эти знания, которые они получат, применить в практике. Финансовая грамотность, как рассчитать, например, акции в магазине или как оплатить квартплату ЖКХ. В этом году в состав седьмой школы вошли два детских сада. Воспитатели и дети работают над проектом «Пресс-кол журналистика». Юные корреспонденты увлеченно постигают основу профессии. В проекте дети учатся взаимодействовать не только со сверстниками, но и со взрослыми людьми. Уже были взяты интервью у директора Ольги Ивановны, у библиотекаря школы, у сотрудника пищеблока детского сада. Самыми интересными и полезными для педагогов оказались мастер-классы. Школьные учителя в игровой, увлекательной форме познакомили детсадовцев со школьными предметами – физикой, УБЖ, английским языком и биологией. Мы отправились в увлекательное путешествие в мир физики, но не просто в физике, а в волшебной физике. Мы с детьми просмотрели различные фокусы, дети также смогли поучаствовать в этих фокусах, но объяснение этих фокусов они получат только на уроках. Как признались участники семинара, такие мероприятия очень ценны, особенно для молодых специалистов, начинающих свой профессиональный путь. Я впервые принимаю участие в подобном семинаре. Мне очень много удалось для себя почерпнуть, понять. Такие семинары нужны, и Ленинский наш округ замечательно, что проводит такие мероприятия. Очень интересно, занимательно. Детям тоже очень понравилось, все были в восторге. Вторая часть семинара, где будут подробно обсуждаться все направления работы школы, состоится 6 декабря. В рамках фестиваля визуальных и сценических искусств «Лови волну» также проходит литературный конкурс «Моя Родина», который посвящен городу Видное и Ленинскому городскому округу. С 1 ноября в течение месяца на суд жюри принимаются стихи и проза об истории Видновского края и известных жителях. К участию были приглашены все желающие авторы без ограничений по возрасту. Общее впечатление о творчестве участников конкурса очень хорошее. Там, безусловно, есть яркие стихи, есть очень интересная проза. И я горжусь этим, потому что лишнее доказательство того, что город Видное не случайно считается одним из литературных центров Подмосковья. Как известно, в нашем округе проходит множество литературных фестивалей и конкурсов благодаря сплоченной команде увлеченных творчеством людей, энтузиастов своего дела. Чем больше творческих конкурсов проводится в каждом муниципальном образовании и в нашем Ленинском городском округе, тем лучше. Потому что внутри человека всегда живет творческий человек. Всегда в нем есть потребность себя выразить. Подведение итогов конкурса состоится 10 декабря. Победители будут определены в каждой номинации и возрастной категории. На сегодня это все. Всего доброго и до свидания.